Вместо входа в подъезд пластиковая перегородка. Новая конструкция появилась под окнами за один день. Жители в недоумении. Половину крыльца у них отобрали, а вот разрешения даже не спросили. А тем временем по пандусу теперь не подняться. Врежешься в стеклянную стену. У меня муж, я привезла его из больницы. Буквально три дня не верится. Вот, пожалуйста, он у меня не ходячий. И вот на скорой мы его вот здесь поднимали. Понимаете? А теперь вот что? А с колясками. Вот она идет с колясками. У нее грудной ребенок. Вот попрыгайте вот по этим. Они считают, что если они занимают какую-то площадь в преддомовом расположении, они могут на все здесь. Мы также являемся жильцами дома. Мы проходим по одной лестнице. Они считают, что они могут эту лестницу в половину убрать. В роли захватчика территории, как дали понять жильцы, местный магазин. Здесь продают медицинские товары. Говорят, стычки с собственниками квартиру. У предпринимателей были и раньше. Товары разгружали прямо под окнами. Фуры закрывали. Выезд из дома и даже выход из подъезда. В ответ на замечания, по словам жильцов от сотрудников, одно хамство. Но чтобы отнимать у людей квадратные метры, такого не ожидал никто. Конструкция, уверенно, местная. Построена незаконно. Даже управляющая компания это подтвердила. Я ее первый раз вижу. Значит, никаких на доме собраний не проводилось. Никаких собственники решений по установке ее не принимали. В проектной документации данная конструкция не значится. Поэтому она незаконная. Хозяева магазина на связь не выходят. Жалуются жители. Разбираться приходится только с рядовыми сотрудниками. Фирма, которая устанавливала пластиковую перегородку, подтвердила. Где поставить конструкцию, заказчик услуги сказал, а вот документы не показывал. Нам необходимо узнать, на каком основании вы устанавливаете здесь к начальству. Как зовут начальство? Все, все, сейчас. Начальство как зовут? Имя, отчество. Хорошо, это организация, которая здесь, она законная, верно? За свой вход в подъезд люди готовы бороться до последнего. Строители оказались не готовы к работе в таких условиях. В итоге конструкцию все-таки разобрали. Но надолго ли местные жители ожидают новых атак коммерсантов? А мы просим надзорные органы проверить, законны ли действия магазина.